Кому поем, кому забрам, кому сбудется, да не минуется. Вот всё, открывай. С краешку открывай, с краешку. Крещенские вечера, время гаданий и весёлых забав. Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» Дом народного творчества губерния проводит в 14-й раз. И в этом году все три дня здесь собралось какое-то невероятное количество гостей и участников, говорят организаторы. И всем здесь рады. И каждый нашёл себе радость, занятие по душе и новое знание. В этом году новинкой стала профессорская кухня с темой «Святочная кулинария». Практически всегда все виды пряня указывают, что хранили тесто на холоде, выносили на холод. И сами фигурки, прежде чем сажать в печь, выносили на холод. Это вот прям всегда почему не знали. И даже я вам уже как-то ещё зафиксирую успел. Марина Калечкова из Мурманска учила пермяков делать северных праздничных козуль, обрядовые фигурки из ржаного теста. Представьте, что вам надо сделать букву «Л». Представьте, что вы должны сделать, у вас должна быть печатная буквка «Л». Фигурка любит, когда она вот раскрытая, она должна быть у вас стоять сам. Так, молодец. Теперь мы с тобой разворать. Теперь положили фигурку мордой вниз. Одна из главных идей фестиваля – сохранение и передача традиций нашего народа. Поэтому здесь собралось так много детей и подростков. Ребята не только выступали со своими фольклорными коллективами, но и старались сделать себе поделку на каждом мастер-классе. Успел птичку слепить, но ещё печать есть. Забиваешь гвозди в уголки, потом наматываешь нитку и получается как сувенир. Это наматываешь, наклейку убираешь, и получается вот как вот это вот сердечко. Нитка на гвоздиках, а бумажки не будет. Станок Гутенберга. Вот, был разработан Иваном Гутенбергом в 16 веке. У нас есть клише, а в то время здесь была плакетка и наборно набирались буквы. Вот, на буквы или на клише наносится краска, которую, собственно, тоже разработал Иван Гутенберг. Он догадался смешивать сажу и растительные масла. Вот, наносится краска, дальше это всё отправляется под пресс, и остаётся некоторый оттиск на бумаге. Лепим птичку из кунгурской глины. Я учу их, как лепить, как работать с глиной, и они уже сами решают, какую птичку им слепить и как-то декорировать. У нас традиционные куклы, народные куклы. Ну, куклы разные, там, из бумаги, из ткани. Ну, развитие ребёнка идёт через игру в куклы. Куклы – это очень важное для развития менталитета. И, конечно, какие святки безряжения. В студии мастерицы Аглая гости фестиваля делали сами из подручных, заботливо подготовленных экологических материалов забавные и весёлые маски для колядок. Маска может напугать, маска может рассмешить, маска может, не знаю, с собой увезти, а чтобы откупиться, вот дары-то и давали. Надев на себя такую личину, мы одновременно защищаем себя этой личиной. Ну и, конечно, это время волшебства, самое время. Фестиваль «Сочельник» завершён, но святые вечера ещё продолжаются. Самое время колядок, гуляний и гаданий.